Индийский океан. Зондский жёлоб. Никто, никогда не опускался на дно этого жёлоба. Мы не знаем, что нас там ждёт. Впервые такое вижу. Воды моря очень тёплые. Один из первых симптомов теплового удара – странное поведение. Быстрее я не могу уже. Не выйдет. На сонаре ничего. Осторожно. Назад! Назад! Человечество исследовало все континенты Земли. Мы забрались на самые высокие горы. И даже слетали в космос. Спасибо, мистер президент. Но одна зона на планете всё ещё остаётся загадкой. Глубины мирового океана. Его воды глубиной более 10 тысяч метров, оказывающие сокрушительное давление, были недоступны для изучения до сегодняшнего дня. Открытие в области инженерии впервые в истории позволяют дерзким исследователям погружаться в самые глубокие точки всех океанов. Эти первопроходцы раздвинут границы возможного. Что это было? Люк протекает. От одной мысли о погружении захватывает дух. Они нанесут на карту неизведанные ландшафты, откроют невиданные формы жизни. Что это? И раскроют тайны, как самые тёмные глубины океана влияют на всю нашу планету. На дне океана Исследователь-миллионер Виктор Вискова последние 4 года готовился войти в историю исследований. Я всю жизнь бросаю вызов себе. Я поставил сложную задачу, никто такого раньше не делал, и я доведу дело до конца. Виктор поставил перед собой цель стать первым человеком, погрузившимся в каждый из пяти океанов ради исследования их самых глубоких точек и открытия неизведанных глубин. На его счету уже 2 из пяти океанов. Он преодолел шторм в Атлантике, обнаружив новые виды. Я на дне! И вышел победителем из схватки с ледяными водами Южного океана. Отлично! Молодец, Виктор! Третье погружение – жёлоб в Индийском океане. Это самый молодой из океанов. И самый тёплый. Средняя температура поверхности выше 30 градусов. Его дно – одна из самых геологически активных областей во всём мире. Подводная сцена неожиданных разломов, трещин и землетрясений. За последние несколько десятилетий здесь произошло пять самых смертоносных цунами в истории. Глубочайшая точка океана находится в эпицентре зоны зарождения цунами. Зонский жёлоб. Место столкновения двух литосферных плит. Важный этап погружения – поиск на морском дне причин цунами. Чем больше данных из глубин океана мы получим, тем точнее будут предсказания этих явлений. Никто и никогда не опускался на дно этого жёлоба. Он не исследован. Мы не знаем, что нас там ждёт. На глубине более 7 тысяч метров давление невероятное. Обычную подводную лодку просто раздавило бы. Поэтому Виктор создал новый аппарат. Поднимай. Понял. Преимущество кроется в его сердце. Кабина пилота представляет собой шар из титана толщиной 9 сантиметров. Не будь сфера идеальной, её бы раздавило, как консервную банку. Кислородные баллоны обеспечивают до 96 часов аварийного жизнеобеспечения. Если вам нужно на дно океана, нет аппарата лучше. Сейчас это самый глубоководный батископ в мире, и в ближайшее время его вряд ли кто-нибудь потеснит. Это важнейшая разработка со времён Аполлона-11. С его помощью мы исследуем последние неизведанные уголки. Однако в случае серьёзных проблем на глубине спасения не будет. Ни один аппарат в мире, даже дистанционно управляемый, не может погрузиться ниже 7 километров. Сначала отцепите трос. Однако это всё ещё прототип. Вот так. В ходе двух первых погружений команда столкнулась с испытаниями. База — это батискав. У нас протекает люк. На такое до нас никто не решался, потому что это сложно. Аппарат работает в экстремальных условиях. Спасения ждать нет, куда всё должно работать. Тяни главный! Ломаем и его проверяем. Натяните трос. Дело это напряжённое. Стоит сделать всего два шага вперёд, и ты вынужден отступать. И что мне делать? О, хуй! Чтобы сделать новый аппарат, особенно такой продвинутый и 100% на работоспособным, потребуется до 30-40 погружений. Вы готовы? Продолжайте. Даже при работоспособном аппарате команду ожидают опасности Индийского океана. Сезон тропических циклонов. Сейчас температура поверхности 30-31 градус по Цельсию. Тёплая вода подпитывает циклоны. Команда должна успеть завершить миссию до появления циклона. С помощью высокочувствительного эхолота команда создаст карту глубин зонтского жёлоба, а затем определит координаты глубочайшей точки океана. Это одна из самых передовых систем геолокации. Похоже, использует военная. Она создаёт карту морского дна с помощью акустических волн. Предварительное сканирование уже принесло массу данных по главной задаче экспедиции — поиску причин смертоносных цунами в Индийском океане. В северной стенке минимум 14 обрывов, некоторые шириной 4,5 километра. Огромные фрагменты породы отваливаются во время землетрясений и могут вызывать цунами. Гигантские подводные оползни вытесняют огромный объём воды, вызывая разрушительные цунами. Сканирование также обнаружило почти вертикальный утёс, который, возможно, ожидает мощное обрушение. Нам нужно спуститься туда, увидеть всё воочию и попытаться понять, ждёт ли эти области скорое обрушение. Или там уже имеются обвалы, случившиеся очень давно, и сейчас вся зона стабильна. К основной миссии решено добавить исследовательское погружение к обрыву. Эхолот обнаружил важную геологическую область, которую иначе бы никто не нашёл. Мы и можем туда погрузиться. Замечательно. Ради этого и затевалась экспедиция. У команды появилась уникальная возможность исследовать тёмные тайны Индийского океана, но Батискаф впервые будет плавать так близко к опасному району. Внизу определить угол непросто, потому что ты видишь всего на 10-15 метров. Виктор решает посадить за штурвал самого опытного пилота и главного конструктора Патрика Лейхи. Сначала тебе надо будет найти саму стенку. Нужно разработать план. Главное – получить хорошие кадры. Главный учёный Алан Джеймисон поможет Патрику. Отлично. Ладно, пока. Люк задраен. Батискаф, путь свободен. Погружайтесь. Погружаемся. Итак, Алл, слушай внимательно. Если надо будет всплыть, а я вдруг буду без сознания, хотя пока я в норме, тебе нужно будет просто найти панель сброса балласта. Понятно? Нажать на кнопку, и всё, и быстро всплывёшь. Не забывай следить за уровнем кислорода и углекислого газа. Если возникнет задымление, здесь есть встроенный блок подачи кислорода, дыхательный аппарат с сжатым воздухом и регулятором. У меня их три. Один здесь, один тут, и ещё один вот здесь. Ну всё, инструктаж, ты прошёл. Так, если верить Джонатану Струву и Джону Рамзи, полная усадка иллюминаторов будет на 4000 метров. Так что у нас будет промежуток, пока мы не доберёмся до 4000 метров. А там уже акрил плотно усядется. Жуть какая. Окна закрываются на 4000 метров. Я, когда узнал, тоже решил, что это интересно. Да. Окна лучше закрыть пораньше. На 4 сантиметрах. Через два с половиной часа на глубине более 6500 метров они, наконец, видят цель. Так. А вот и стена. Склон каменистый. Много валунов. Не будем спешить. Утёс возвышается почти на 200 метров. Патрику нужно быть осторожным. Даже один сорвавшийся камень опасен. А на такой глубине они совсем одни, и помощи ждать неоткуда. Крутой обрыв. Придётся немного подняться. Ух ты! Посмотри! Большой валун справа. Отведи, отведи нас. Смотри, как нависает. У води осторожно. Назад, назад, назад. Назад! Учёный Аллен и конструктор Патрик находятся у геологически активной линии разлома, где до них никто ещё не был. У них есть уникальная возможность изучить место зарождения смертоносных цунами в Индийском океане, вызванных подводными оползнями. Может, этот склон ждёт своего часа, и катастрофа не за горами? Тут большие фрагменты породы. Да. Чёрные породы, которые мы видим, были некогда расплавлены магмой, и сейчас просто застыли. Чёрные они из-за быстрого застывания. Значит, там было извержение. Я попробую аккуратно подвести нас ближе. Выглядит ненадёжно. Они лежат друг на друге. Мне нужно много усилий, чтобы всё это рухнуло. Случись у оползень, и батискаф может быть погребён под лавиной отложений. Это что ещё было? Батискаф, повторите, пожалуйста, ещё раз. Данные о вашем положении. Батискаф, повторите данные о вашем положении. Сдам назад. Ух ты! Да уж, посмотри на этот цвет. Потрясающе. Я не ожидала увидеть столько разноцветных участков. Похоже, это бактериальные маты. Тут есть ярко-белый, оранжевый, даже немного синего цвета. Цвета впечатляют. По сути, это бактерии, живущие за счёт жидкостей, поднимающихся из морского дна. Эта необычная форма жизни подпитывается самим морским дном. Сегодня её впервые обнаружили на такой глубине в Индийском океане. Здесь уже ровнее. Миссия подарила экспедиции массу сведений об одном из самых геологически изменчивых районов мира. Рассмотрев морское дно и увидев смещение пород и оболзни, мы можем с уверенностью начать складывать единую картину процессов, протекающих в зонском жёлобе. Одни из них способны вызвать цунами в будущем, а другие уже стали их виновниками. Ну что ж, задачу выполнили. База — это батискаф. Мы в верхней части стены. Да, отлично. Я рад за них. Батискаф — базе. Запрашиваю разрешение всплыть. Вас понял? Сбрасываю балласт. Поехали. Несмотря на несколько царапин на кожухе батискафа, погружение прошло успешно. Вот это интересно. Оранжевые и жёлтые пятна. Мы думаем, это хемосинтезирующие бактерии. А что это значит? Они живут за счёт химических веществ и минералов самой Земли. Обычного фотосинтеза у них нет. Впервые увидев это, я решил, что это просто вулканическая порода. Но это не так. Судя по всему, это огромные колонии живых бактерий. Какие цвета! Оранжевый, синий, жёлтый. Да, и белый. Надо же, вся поверхность просто изрезана. Мы тоже заметили. Да, мы сразу отметили, что утёс круче, чем мы ожидали, но что ещё немаловажно. Это похоже на твёрдые породы, но это мягкие скопления бактерий. Если к ним прикоснуться, они... Я смогу собрать их манипулятором? Нет, вряд ли. Всё просто обвалится. Вот выступ, под которым много всего. Надо же. А что это такое? Я не знаю. Выступ, кстати, приличный. Да. Поэтому я не стал плыть дальше. Значит, какой-то организм нашёл убежище под выступом. Он защищает их от осыпаний. На такой глубине колонии хемосинтезирующих бактерий нашли лишь единожды в 99-м году в японском жёлобе. Серьёзно? Значит, это второй раз в истории. Наши кадры куда лучше. Пока нет другого, даже дистанционно управляемого батискафа, способного погрузиться на такую глубину. Есть наработки, но на постоянной основе на такую глубину опускают только зонды. Да. Опускайте осторожно. Так. Но помимо геологических изысканий в жёлобе, учёный Алан Джеймисон стремится впервые исследовать формы жизни, приспособившиеся к экстремальному давлению. Индийский океан известен тем, что его толком никто не изучал. Даже мелководье. А про глубины и говорить нечего. Подводные высокотехнологичные зонды оснащены приманками и камерами, которые должны запечатлеть обитателей морского дна. Главная цель – область вблизи дна зонского жёлоба. Но зонды должны пройти и через другие зоны Индийского океана, где живут удивительные существа. Сначала эфотическую зону, где в лучах солнца греются луны рыбы размером с пикап. А на водорослевых пастбищах пасутся дюгони, дальние родственники слонов. Затем зонды пройдут дисфатическую зону, где шестижаберные акулы, неизменившиеся со времён динозавров, прячутся днём, выныривая ночью на охоту. И где кожистые черепахи, самые глубоководные рептилии на планете, охотятся за медузами. Они приспособились к убийственному давлению благодаря гибкому панцирю и сжимающимся лёгким. И, наконец, зонт зайдёт в афотическую зону, где кальмар-вампир использует гибкие перепонки, покрытые мелкими шипами для защиты от нападения хищников. А тонкие нити хвостые угри с помощью клювоподобных челюстей с крошечными зубами ловят креветок. И только потом зонды достигнут самой глубокой области океана – гадальной зоны. Их бортовые камеры впервые в истории запечатлеют суровый местный ландшафт. На запись попадает неуловимый охотник. Этот вид почти не изучен. Обычно их называют «косноухими ослами». Ну и название. Да. В носу у него две ноздри. Сама приманка его не интересует, но, учуяв её, он будет знать, что поблизости будут бокоплавы. Ими он и питается. Когда появляется стайка креветкоподобных падальщиков, начинается пир. Но вот из одного из самых тёмных уголков планеты выныривает редчайшее существо – гримпотефтис. Этот вид осьминога впервые смогли снять на такой глубине – почти семь тысяч метров. Его щупальца соединены кожистой мантией, образуя тело, похожее на зонтик. Огромные ушные плавники, подарившие осьминогу прозвище «дамба», помогают ему быстро плавать. Он ждёт, когда к приманке приплывёт его любимое блюдо. Ничего не подозревающие ракообразные плывут по дну. В такой кромешной тьме осьминог «дамба» фактически слеп. Обнаружить добычу ему помогают рецепторы на щупальца. Осьминоги часто садятся на свою добычу, проделывают дыру, например, в задней части панциря креветки, впрыскивают внутрь слюну, размягчающую внутренности, и высасывают содержимое. Отвратительно. Зонды подарили картину морского дна. А у специалистов по эхолокации есть потрясающие новости по основной цели. Эта крошечная воронка — глубочайшая точка Индийского океана. Команду ждёт одно из самых сложных погружений. Специалисты по эхолокации составили карту неизведанных участков зонтского жёлоба. Их ожидало открытие. Возможно, жёлоб — не самая глубокая точка Индийского океана. Новые данные нужно сравнить со вторым кандидатом разломом Диамантина у побережья Австралии. Жёлтая метка, которую вы видите, это самая глубокая точка в зоне разлома Диамантина. Её глубина — 7019 метров. Если зонтский жёлоб уступит Диамантине, значит, экспедиция выбрала неверную цель. Мы продолжаем собирать данные. Благодаря стараниям Кэсси и её команды мы разгадали тайну, которая не давала нам покоя. Какая же точка самая глубокая в Индийском океане? Точного ответа до этой недели ни у кого не было. Мы даже спорили, что глубже зонтский жёлоб или Диамантина. Зонтский жёлоб глубже. Причём самая глубокая точка не с восточной или западной стенки, а строго по центру. Но погружение к самой глубокой точке — сложная задача. В центре зонтского жёлоба находится крошечная воронка. Это и есть самая глубокая точка, Индийского океана. И Виктор к ней спустится. Будем погружаться прямо туда. Представьте себе шарик, который роняют в ведро с 50 метров. Можно и промахнуться. Если команда ошибётся в расчётах, Виктор окажется в опасном скалистом ландшафте, рискуя наткнуться на породу. Не спешите. Чтобы облегчить навигацию, команда сбрасывает один из зондов прямо над самой глубокой точкой. На зонде есть бортовой модем для связи с судном и батискафом. Чтобы достичь нужной точки, Виктору придётся найти зонд. Для вычисления точных координат Виктора обычно запускают ещё два зонда в другие места. Но на этот раз команда верит, что Виктор справится и сам. Там нет достаточно пространства для манёвра, поэтому мы хотим погрузить зонд на край цели, а тебя прямо внутрь неё. Без трёх зондов мы не сможем направить его к конкретному месту, однако нужную точку можно отметить самим зондом. Зонд опущен и подаёт сигнал. Виктору нужно погрузиться как можно скорее. Тропический циклон на горизонте начал набирать силу и теперь угрожает положить конец дорогостоящей экспедиции, не дав Виктору даже шанса на погружение. Циклоническая система диаметром 500 километров. Внутри неё огромный вихрь, который перемещается со скоростью около 100 километров в час. Волны высотой 6-8 метров. А мы находимся тут. Заденет он нас или нет, пока непонятно. Всё зависит от того, будет ли он набирать силу и куда направиться. Задерживаться тут нельзя, в любой момент погода может испортиться. В тропиках несложно найти место, где можно переждать шторм, но мы не сможем погрузиться. Больше всего я боюсь резкой смены погоды. Мы можем просто не успеть поднять Виктора. Если Виктор хочет стать первым человеком, оказавшимся в самой глубокой точке Индийского океана, ему нужно поторопиться. Вас понял. Виктор, всё готово. Так, хватайся. Это батискав, подача кислорода включена, система работает, готов к погружению. Погружение. Вас понял. В зоне чисто, можете погружаться. Готово. Итак, мы опускаемся. Чуть медленнее, чем в Южном океане. 16 метров в минуту. Не быстро. Спуск будет долгим. Нынешняя глубина 849 метров. Очень медленный спуск. Скорость 70 сантиметров в секунду. Это 42 метра в минуту. Он прошёл 400 метров за 15 минут. Это очень медленно. 77. Вас понял. 1077. Понял. Это слишком медленно. Что-то не так. Это странно. Аппарат тянут вниз несколько стальных пластин, которые держатся на двух электромагнитах. Их масса должна превышать массу специальных плавучих пеноблоков, отвечающих за поднятие аппарата на поверхность. Единственное, что приходит на ум, то это что-то отвалилось. Больше ничего. Думаю, один из магнитов вышел из строя. На каком из них было немного ржавчины? На кормовом. Я утром их чистил. Мы сейчас впустую тратим время. Прошло два часа, я только на полпути. Патрику, руководителю экспедиции, предстоит сложный выбор. Пойти на длительный спуск или вернуть аппарат на поверхность в надежде, что им хватит времени на вторую попытку до прихода циклона. Я погружаюсь. Могу достичь дна. Могу достичь дна. Вас понял, Виктор. Я советую прервать погружение. Вряд ли удастся опуститься на дно. Вас понял. Вы хотите все отменить? Разочарование. Говорите. Сообщаю, что батискав скоро поднимется на поверхность. Расчетное время около пары минут. Вас понял. Принято. Вперед. Привет. Как дела? Рад, что ты невредим. Я тоже. Придется поспешить с ремонтом, чтобы совершить второе погружение. Из зажима течет масло. Тут все оперекошено. Давайте небольшие кусачки. Каждая система состоит из множества элементов и балластная система, и система радиосвязи. Вы готовы? Я даже не знаю, в чем тут дело. И каждый элемент должен работать исправно, чтобы погружение прошло как по маслу. Но на палящей жаре в 30 градусов по Цельсию команда оказывается на пределе. Я и так стараюсь, насколько возможно. Все понимают, что это важно. О, Фрэнк, выключай. С меня хватит. Хочу домой. Погоди, там шланг застрял. Они постепенно понимают, что надо делать и какое внимание нужно уделять мелочам. Пока инженеры вовсю чинят батискаф, специалисты по эхолокации получили новые данные о жёлобе, способные дать еще одно объяснение цунами в Индийском океане. Вот еще одно. Это разрушающаяся подводная гора. Гряда холмов на дне жёлоба – потухшие вулканы или подводные горы. Это бомба замедленного действия. Мы обнаружили гряду подводных гор. Они в процессе разрушения по всей оси Зонского жёлоба. Жёлоб расположен на неустойчивой границе двух литосферных плит. Огромная сила наталкивает одну плиту на другую, но на пути её движения – подводные горы. Эта область образовалась после того, как гору поглотила плита. Видны места, где обрушились части горы. Зона вокруг этой горы опускается медленно. Процесс поглощения затормозился. Гора мешает. Подводный вулкан стал камнем преткновения? Да. Они могут замедлить геологический процесс, пока однажды не случится мощное землетрясение, вызванное накопившимся за всё это время давлением, которое резко сбрасывается. Сильное землетрясение, вызванное одной из таких подводных гор, может стать причиной цунами, которая затронет миллионы людей, живущих вдоль океанского побережья. Если Виктор доберётся до дна жёлоба и соберёт больше данных, это поможет прогнозировать землетрясение и цунами. Должен сказать, рельеф этой области зонского жёлоба сильно нас удивил. Для него характерны внезапные перепады. Там на глубине есть как очень крутые уступы, так и высокие подъёмы. Похоже, это сейсмически активная область. Но, решив за ночь проблему с креплением грузил, инженеры столкнулись с другой проблемой, ставящей всё под угрозу. Поломка была в насосе, через который откачивается вода перед всплытием. А при спуске он помогает погружаться. Я пытаюсь уследить за всем и ничего не упустить из виду. Я чертовски устал, да и вся команда вымотана. Подожди, не торопись, сейчас. Решат ли они проблему до того, как циклон помешает их экспедиции. Горит красная лампа. Раньше такого не было. Чем быстрее закончим, тем быстрее отсюда уберёмся. Инженеры пытаются починить батискав для второй попытки погружения в самую глубокую точку Индийского океана. Готово! Проблема решена! Наконец, погружению дают зелёный свет. Сложнее всего было найти проблему. Но мы справились. Соберём его. Вовремя! Катите. Как новенький. Команда запускает зонт под названием «Скаф». Его задача — опуститься в самую глубокую точку узкой воронки и быть ориентиром для Виктора. Всё, опускай. Также они сбрасывают второй зонт в полутора километрах от воронки для сбора дополнительных данных. Виктор, мы готовы. Увидимся после. Увидимся, Тим. Спасибо. Готово. Поехали. Снимите буксировочный трос. Отлично сработано. Так, попробуем. Учитывая приближающийся циклон, у Виктора может не быть другого шанса завершить миссию и собрать свежие данные из зоны зарождения разрушительных цунами. Скорость спуска хорошая. Эти места там с незапамятных времён. И никто там не бывал. Я увижу их первым. Сначала погружение прошло почти три часа. Если мы сбросили его в нужном месте, он должен быть близко к точке назначения. Внимание всем. Ожидайте проверки связи. По нашим расчётам, Виктор скоро должен достичь дна. Вижу дно на дисплее. 20 метров. Поверхность виднеется через иллюминатор. Вижу отчётливо. Коричневое с пятнами. Похоже на пустыню. Ух ты. База – это батискаф. Я на дне. Я на дне. Вас понял, батискаф. Вас понял. Достигли дна. Не зря старались. Виктор опустился на морское дно, но чтобы достичь самой глубокой точки Индийского океана, он должен найти подводный зонд, который сбросили в качестве ориентира. Попробуем найти. Даже на такой глубине в кромешной тьме и под огромным давлением в Индийском океане есть жизнь. Среди узора из следов животных виднеется галатурия, способная надуть тело за счёт воды и подняться, как воздушный шар. Пурпурный морской огурец исследует донный осадок в поисках питательных веществ. Один из его собратьев проплывает в огнях батискафа. Связавшись с зондом, Виктор может узнать лишь расстояние до него, но не координаты. Поплыв на юг, я приближаюсь к нему, а на запад отдаляюсь. Без двух других зондов, обеспечивающих триангуляцию, задача у Виктора сложная. Тут есть течение. Меня снесло на метр. Ну же, что не так, приятель? Давай. Я будто пытаюсь пристыковаться к космической станции. Ощущения такие же. Ладно, на радаре пусто. Я отдаляюсь от него. База, направьте меня к скафу. Было сообщение. Он что-то сказал. Что это за звук? Если Виктор не найдет зонд, он не сможет завершить попытку достичь самой глубокой точки Индийского океана. Где же ты? Погружение заняло почти три часа, а поиски зонда продолжаются уже два. Время тает. База, база. Текущая глубина 7 345 метров. Повторите. Повторите. Он может быть на плато. Похоже, отвесные стены воронки блокируют сигнал Виктора. Надо переместиться, чтобы восстановить связь с зоной погружения. Капитан, надо изменить местоположение модема. Вас понял. Модем в воде. База, это батискаф. Текущая глубина 7339 метров. Дыши. Вас понял, батискаф, слышу четко и ясно. Он должен быть тут. Я нашел тебя. Красота. Красота. Сяду рядом с тобой, ты не против? Готово. Дно Индийского океана. Красота. Первый на дне зонского желоба. Круто. База, это батискаф. Текущая глубина 7342 метра. Нашел зонт. Повторяю, нашел зонт. Вас понял, вы нашли нужную точку. Глубже, чем думали. Поздравляю. Вокруг подводного зонда кипит жизнь. Тысячи крошечных ракообразных амфиподов пируют на приманке. Они главные падальщики морского дна. Вскоре полакомиться приманкой приплывет и их огромный родственник гигантский бокоплав. В ходе эволюции он стал очень крупным и может отпугивать хищников. Затем неизвестное светящееся студенистое существо показывается очень близко. Отбрасывая зловещую тень. Но второй зонд в полутора километрах отсюда и на 600 метров выше запечатлел еще более загадочное существо, которое прежде никто не видел. у него выпуклое желеобразное тело, от которого тянется нить чем-то похожим на груз на конце. Это новый неизученный вид существа под названием асцидия. Только дальнейшее наблюдение поможет раскрыть его секреты. запрашиваю разрешение на подъем. Третье из пяти грандиозных погружений в глубины мировых океанов завершено. Оно поможет разгадать тайны разрушительных цунами в Индийском океане и получить представление о жизни на рубеже планеты. Видим батискав. С возвращением, сэр. Спасибо. С возвращением. Три уже есть. Я увидел разных существ. Увидел осьминога на такой глубине. Новый вид асцидии. Впервые такое вижу. Мы хотим показать людям, что там внизу еще много неизведанного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА